А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров на бусте. Особенно это касается великих и величайших спонсоров, а именно Фаворит 02, Лесава, Ирусал Сатус Ломтес, Константин Касаткин, Маскаль, Сдагба, Илюшечка, Агности Костик, Хашут, Зелекс, Жопич, Александр Войтенко, Форфик, Острых Бол и Старкиллер. Острых Бол вдвойне, спасибо. Величайший спонсор у нас Иван Евтушенко, ЯЕСТЬ РУП, КОМИСАР, КЭМП-33РУС, Ринат, 22 годика, АТИЛАГУН. На ютубе у нас и спонсор великим является ДИМАКЕ 55561. Если вы хотите поддержать канал, а также получить классный бонус, то можете оформить спонсорку по ссылке в описании на бусте. Спасибо. Привет, я Эмбра, а это Священная Империя Романовых. 2021 год на дворе, к власти вернулись Романовы. И сейчас в комментариях вы сказали, что нам нужно помочь Армении. Ну, потому что, как бы, с Азербайджаном единственное, что мы здесь сходимся, так это в идеологии. И там, и там националисты. Хотя, эта идеология, она не совсем состыковывается, потому что националисты, там, азербайджанский, тут у нас российский, или, я не знаю, у нас национализм такой, знаете, он больше под монархию подстроен. То есть здесь мы никого, по сути-то, и не ущемляем, кроме соседей. Но потом мы-то их тоже перестаем ущемлять, когда они входят в наш состав. Значит, сейчас, помогаем мы Армении. Далее, после этого, ну, кстати, тут у нас все, воевать будем начинать. Возрождаем великую идею. Западное побережье Анатолия исторически было территорией греческой православной церкви, несправедливо захваченной османами. Если они захотят вернуть ее обратно, мы их полностью поддержим. Вот, будем Греции помогать. Здесь отношения у нас вырастут, туркам это не понравится, но у нас тут пактание нападений с Грецией и военные базы. А сейчас Азербайджан слишком долго был угрозой для православного Кавказа. Пришло время положить конец армян-азербайджанскому соперничеству и установить полный контроль над Кавказом. Поддержка войны плюс, и тут получим возможность воевать. Пока я сидел, брал этот фокус, сижу, жду, значит, случается вот что. Китай, КНР, нападает на Тайвань. И, кстати, Тайвань никто не помогает. Тут у него по дипломате только санкции в отношении нас. И все, больше здесь ничего нет, в американцы никак не помогают. Может быть, что-то инвестируют, но больше ничего не вижу. Это главный союзник вне НАТО, это как бы формальность. Американцы не будут, я так понимаю, вообще никак помогать. Ни войска, ни ленд-лизы, ничего, да? Россия поддерживает Армению. Недавно Россия открыто заявила о поддержке Армении и ее стремлении вернуть свои земли. Интересно. Ну, в данном случае мы хотя бы будем просто помогать, потому что на нее Азербайджан напал. Далее, еще. Ну, брать его, конечно, в альянс мы можем, но здесь влияние Турции почти 78%, еще немножко, и Азербайджан станет в море неткой Турции. Бот прожимает это, когда проценты набегают. Здесь же, кстати, в прошлой серии, опа, высадочка. На Иран напала Америка, и все западные страны получили возможность тоже в эту войну вступить на стороне Америки. У нас здесь вступила Саудская Аравия в эту войну. Ну, Турция, кто еще здесь? Испания, Британия, Египет, и вроде как все. Да, пока что все. Может, еще повступает. Но Иран, его сложно здесь захватить. Компания, но за него будет скоро. Вообще, от обороны можно играть и не париться. Так что, скорее всего, будем всех захватывать, обороняться нам даже не придется. Посмотрим, что там можно ожидать от того обновленного Ирана. Я не знаю, что еще от этого ожидать, а что там будет. Наша предыдущая Конституция была, пожалуй, худшей для россиян за всю историю. Чтобы уничтожить эту позорную бумагу, мы собираемся создать нашу новую истинно-российскую Конституцию. Главный выбор здесь между нашей традиционной централизацией или большей децентрализацией, но экспансионистской. Какой путь мы должны выбрать? Первый вариант стабилизировать себя Россия должна, прежде чем помогать другим. Здесь у нас более централизованным станет управление. Кстати, я не прочь перейти обратно вот сюда. Вот у нас же было крупное гражданское управление. Потом перешел я в самое минимальное, потому что... А нафига нам здесь сидеть? Политки у меня хватало, я вон на 4 страны сейчас влияю сразу. А там влиял на 5. Ну и тогда, ну еще и скорость 30, что забирала и деньги. А тут и деньги немножко берут, и дебафов нету. Но здесь можем выйти сюда, чтобы у нас все-таки политки побольше стало. Потому что нужно нам влиять на Норвегию, на Румынию, на Бразилию, на Индию поддерживать наши проценты. Сейчас еще на Грецию придется влиять. Скоро возьмем там фокусы. Так что первый вариант нам подходит. А второй вариант это просто военные расходы, которые я недавно до минимальных опустил. Так что, ну нафиг. Тут зато стабильность плюс 2%. О, полезно. Я сейчас взял фокус на Конституцию. Вот этот тут у нас затерялся. Я думаю, что бы его сейчас не взять. Где-то я уж теряю здесь. Вот. А это брать я не буду, потому что это просто переключение тоже здесь вот этих вот законов. Хотя популярность партии интересна. Ну нафиг. Сейчас давайте выходим... А, антитурецкий саммит. Смотрите. Курдистан, Армению, Сирию позовем к себе в альянс. Армения, а, да, она ж не ВТКБ, да. Позовем в альянс. Кстати, после этого можно будет сделать приглашение сепаратистов. Абхазия. Россия... А, это аннексия будет. Я думал, что в альянс их возьмем и, короче, начнем воевать на стороне Абхазии с Грузией. Но нет. Кстати, здесь тоже националисты, да? Можно было бы их замарионетить, если бы не война. А то когда страна воюет, нельзя замарионетить. Ну ладно, погнали антитурецкий саммит. Турция, контролирующая Босфор, представляет угрозу для российской торговли, военной мощью и национальной безопасности. Они также подрывают наших друзей в регионе. Мы должны объединиться с государствами и единомышленниками, чтобы разделить страну. И Турция потеряет стабильность и на всех соседей своих обидится. Но Турция, важно понимать, находится в НАТО. Баканем в сторону Турции. Это война против НАТО. Сейчас НАТО, оно... Ну, вот эту фигню я быстро захочу. Потом придется добираться как-то до Франции с Испанией и Британией. Как бы то, что Германия не в Альянсе и Италия тоже, это хорошо. Хотя, подожди, может быть, ты здесь нацдух имеешь? Нет, Германия не в Альянсе. Италия тоже не в Альянсе. Как-то пройти в Дадании можно через Швецию без проблем, а вот дальше добираться. Может было, наверное, как-то замарионетить Германию. Хотя, в принципе, раз уже за Италию взялись, может быть, ее добить 31%. Но это тяжело очень дается. Франция очень сильно нам мешает. Но уж проще с Италией, конечно, разобраться, чем заново давить Германию. Тут тем более нейтралитет. Потому что это выход сразу в Францию. А после Франции будет Испания, ну и в Британию выход. А к Америке выход у нас есть через Мексику. В Мексике по войскам сейчас ситуация 87 дивизий. То есть, даже если сейчас у нас здесь войск не будет наших находиться, то в некоторое время мексиканцы могут держаться и без нас. Плюс еще Гондурасик поможет. 12 дивизий. А здесь давайте нападать уже скорее. Оп. Авиация. Стоит я даже еще побольше поставил. И давайте будем двигаться. Вот сюда. Давай, давай, давай. А давай еще сюда будем атаковать. Потому что здесь вот битва идет. И еще и с этой стороны будем ковырять. И теперь вот так еще и с этой будем атаковать. И здесь будет котел. Индия просит помощи. Да всем, почти 8 триллионов. Я там тебе офисы строил. Для чего? Но в минусе все равно. 31 триллион. Жесть. А я ее реально, я ее до сих пор офисами застраиваю. Вон. Всю страну. Ага, ей все равно денег не хватает. Так, давайте сейчас сюда. А, тут вон прошли. Ты смотри, Дербент взяли. Неприятно, но это зато котел. Да. Теперь мы сделали зато здесь котел. Дергаем сюда. И сюда. Так, здесь прошли. Сюда. Вот еще котел тоже готов. Закрываем. Кстати, вот это тоже котел маленький такой. Узенький. Давай сюда. И, ну, тут уже Армения справится. Ладно. Так, войска сейчас. Подходите обратно. И давайте проходим сюда. Готово. А теперь как-нибудь можно сюда пробиться. Через речку тут получается. Смотри, нормально. Все. Быстренько. Сюда погнали. Давай. Оп. Сейчас влияю, кстати, на Румынию, Норвегию, Бразилию. С Индии снял пока что влияние. Просто там у нас под сотку процентов. Упадет, заново поставлю. А то политики у нас не хватать стало. По деньгам, кстати, международные инвестиции почти 7 миллиардов уже получаем еженедельно. Надо еще, кстати, поинвестировать. Давайте в Бразилию вот так. О, уже 6 триллионов у нас в инвестициях. Переворот уже можно делать на проценты. Да. 69. Проценты ужасные. В общем, Восток я взял. Баку, Ширван. А вот это вот. Генджа. Это Мария Нитка, Армения, Азербайджан. Я уж думал, он тут захватит себе. Ну, хотя бы цвет. Благодаря сабмоду на перекрас соответствует Армении. И как бы еще смотрится более-менее. Ну, вот так. Уж лучше все взобрало бы просто, чем бы так издеваться. Ну, давайте сейчас что мы делаем? Дальше по фокусу проводим саммит. И, наверное, немножечко застопоримся. Потому что, если дальше будем боковать на Турцию. Вот этот фокус там брать, нападать. То, ну, это война сразу с НАТО. А нам еще нужно вот этим вот позаниматься. Потому что война с НАТО, это, ну, это все. Это уже финал, как бы. Смысл. Сейчас торопиться, когда у нас вот сколько фокусов здесь. Так что давайте сейчас осудим НАТО мы, конечно же. И перейдем к азиатским амбициям. Потому что надо помогать нашему Тайвань. Ой. Да, ну, Тайване уже нету, значит. Прям, ну, не очень. Давайте будем строить тут узел снабжения. Тут. Где еще надо? Есть, есть. Ох, тут ужас. Давай-ка узел сюда. ЖДшку проводим. Мне уже военные заводы не нужны в таких количествах. Так что поставил я сюда вот офисы. Там немножко построили уже. Ресурсов просто не хватает. Так что эти заводы мне просто уж девать не будем. Надо, кстати, вот это вот убрать. Давайте здесь еще узел снабжения. И ЖДшечку проводим. Так, тут бы еще построить на самом деле. И мы тоже будем атаковать. Давай еще здесь. Обязательно в Таджикистане. А то ужас. Тут вообще нету ничего. Так, встанем здесь. Здесь. Тут снабжения хватит. Вот. Ну, и с территории Индии, конечно, тоже будем проходить. Но больше это будет делать Индия. Мы-то с севером. Вон, как границ. Можем спокойно здесь идти. Но китайцы. Да, это одна единая страна. С ней проще справиться в этом плане. Что-то взял и пошел в атаку сразу. Не надо там париться. Вот это брать. Потом вот это. Как в НАТО. Потом вот это. Тут взял, берешь, атакую, захватываешь, и скажешь, получается. А войск у них нормальная. Промка сильная. У них фабрик больше, чем у нас. Военных заводов больше, чем у нас. И стоят крупные военные расходы. Так что можем здесь, конечно, упереться. В этот Китай. Поэтому я хочу заранее подготовиться. Понастроить побольше снабжения. Чтобы хотя бы с этим проблем у нас не было. Также авиабазы. Здесь у нас. Ну, десятки тут есть. Но тут ужас. Так что авиабазы тоже понастрою. Размещу побольше самолетов. И тогда они нам уже помогут зарешать. Хотя сначала, в принципе, смотрите, что можем сделать. Претендовать же на Финляндию. Мы же в прошлой серии об этом думали. Опа. А что стоит здесь? Мексика. Смотри. Что она тут вдруг решила постоять? Ладно. Значит, давайте с Финляндией разберемся. Войск у нее мало. Я, пожалуй, поставлю еще сюда вот две армии. И быстренько ее пронесу. У нее западная идеология. Она хорошо контактит с американцем. И если сейчас быстро с ней не разобраться, то может быть такое, что она вступит просто в НАТО. И тогда война с НАТО начнется сразу же. А это нам не надо. Так что, побыстрее мы ее захватим. Польский вопрос. Но Польша, она в НАТО находится. Поэтому пока что тоже откладываем. Балканское сотрудничество. Это возьмем. Интеграция в Сербии тоже. Прибалтика. Слушай, ты в НАТО, нет? Прибалтика не в НАТО. И здесь везде националисты. Ты посмотри, везде просто. Их защищать НАТО точно не будет. Хотя, может и будет. Но явно не с таким упорством, как Финляндию тоже, например. Их, конечно, можно замарионитить. Но тратить политвласть вот сюда вот утонет. Тогда мы их просто захватим. Ну, сокрушать Европу, покончить США, это уже позже. Вернуть Аляску. То есть, вот это и вот это. Все на Америку. Хотя, тут Россия требует Аляску. Нам американцы, походу, могут Аляску отдать. И просто так. Без войны. Опа. Скептицизм в Европейском Союзе плюс 15%. Но это не сильно много, на самом деле. Чтобы Европейский Союз развалить. Подожди. Чтобы этот фокус взять Стамбул и Константинополь и напасть на Турцию. Нам нужно контролировать вот этот вот регион. То есть, зачем мне претензия на Турцию? Где нужно требовать территорию Турции? Или, может, мне ее отдадут? Или, может, подожди. Русские и армянские делегации достигли взаимной договоренности. В ходе последних переговоров Армения готова принять наше предложение. Ммм. Армения вступает в УДКБ. В Азербайджан этот тоже. Дальше. Там что-то еще будет. Сирия, Курдистан. Ха, Сирия, так ты у нас находится, а Курдистан что-то не реагирует. Ну, наверное, ему пофиг. Да. Грузию, кстати, можем позвать в Альянс и... Можем позвать в Альянс. Тогда воевать придется против Абхазии. Абхазии, ну зачем, если я могу просто ее присоединить по этому фокусу вместе с Южной Осетией? И тогда Грузию просто захватить самому. Претензии сфабриковать и все. Ладно, чуть позже, давайте погнали сейчас вот сюда. Вот у нас есть вариант Китайско-Индо-Российского союза. Но это вообще прям утопия какая-то. Это нереалистично. Потому что Китай и Индия, они срутся постоянно между собой. И взять это все объединить и Россию туда припихнуть. Ну, это прям вообще очень странно. А вот что-то из этого Китайско-Российского союза, либо Индо-Российский. Ну, вообще, против Китая мы что-то будем выступать. И он уже там начал готовиться, так что ну нафиг. А вот Индия, она и так наш союзник. Да, но сейчас мы наши отношения закрепим на бумаге. Индия и Россия всегда выступали на стороне друг друга, против Запада. Наш главный враг Китай. Чья же зарождающаяся гегемония представляет собой экзистенциальную угрозу. Так что будем сейчас натравливать Индию нашу на Китай. Хотя она и так нам повинуется. Кстати, да, в прошлой серии забыл изменить флаг. Там в комментариях сказали, давайте это сделаем. Во, теперь друг. А название чё? Россия просто. Ну так-то хоть там священная империя, роман. Россия. Ну ладно. В принципе, ну и так понятно, что это такое. Флаг зато стал такой поэстетичнее, зато имперский. Самый настоящий. Финлянди просит помощи в погашении долга. Ой, ой-ой-ой-ой. Помогать? Давай поможем. 93 миллиарда целых. Конечно, держи. Конечно. Наше влияние на Бразилию 81-85%. 85% хорошо так добавляется. Шанс переворота 64. Это вот то, что реакционеры. Тяжело против них. Да, националистов 15% маловато, но как бы реакционеры сильно мешают. Если я сделал вот так. А, политки уже не хватает. Но сейчас националистов стало уже 30. Нифига себе, добавил. Я не постоянно падаю. Блин, политку сейчас докопить. Сейчас шанс должен быть прям хороший. Давай дождемся и посмотрим. Если чё, я еще раз прожму. Здесь денег, кстати, уже 79 получаем. В начале серии 60 было уже 79. Нифига себе. А мы чё-то в Баку получили. Кучу фабрик, войны, завод, топлив. А, нефть! Точно, 120 нефти. А ну подожди, инфраструктура плюс 2. Ну, сейчас у нас вырастет подчинение, и тогда мы будем получать все 120. Сейчас пока мы получаем 47 нефти, подчинение вырастет, будем уже близко к 120 получить. Так что сейчас что можем сделать? Взять и повысить наше социальное обеспечение до существенных социальных гарантий. Это увеличит прирост политки. Также давайте повысим наш бюджет здравоохранения. Тоже политка будет больше. Получим даже больше фабрик, прирост населения, стабильность, скорость восстановления дивизий. Все это нам надо. А доходы, ну, 69. Пойдем. Я бы даже на самом деле быть дальше повысил бы. Политки не хватает. Ладно, копим сейчас. Надеюсь, ты до 15% не вернешься, пока мы политку эту докопим. Вон, учитесь, в Румынии 65%. Но влияния мало здесь. Тяжело у нас сюда вот идет. Строить ничего не могу, я тут Индипен застраивал ради того, чтобы увеличить портфель в инвестициях наш. Доход семерочка уже. А насчет Норвегии, кстати, здесь 36% как-то не очень. Ох, националист. Чего? Индия почти в состоянии возглавить этот альянс. Ам, 96%. Подожди. Они сейчас не могут возглавлять этот альянс по причине того, что у них фабрик не хватает. Но, если бы они 720 собрали, они бы смогли. Фабрик, да, у них там дофигища. Тут отображается число уже с учетом того, что мы часть фабрик у них забираем. И военных заводов тоже. Ого, у них парализующая коррупция. Но это, походу, мы постарались. Ладно. Я не думаю, что они заберут альянс, они все-таки наша марионетка. Даже если это и сделал... Что? Они не наша марионетка. Так, такое уже было. Мы когда играли, я, правда, не помню за кого, за кого-то мы здесь играли. Там Индия, она становилась неизвестной через несколько лет, когда тут уже у них проценты накопились в управлении субъектными. Вот, они накопили кучу у нас очков. И прожимают они потом свободное государство, но они тянут с этим долго. Либо как-то по-другому они становятся неизвестными. Но сейчас Индию мы потеряли, но из-за того, что я постоянно на нее влиял, это позволит нам прямо сейчас вернуть... О, другой чувак, тот уже нафиг не нужен. Вернуть наши позиции. Все, она теперь снова наша марионетка, и мы ее эксплуатируем. Давайте. Вот так. А то я уже испугался, все, исчезло. Не можем же марионетка забрать Орлеан с нами. Тут все нормально с этими остались, с нашей марионеткой, да. Насчет Бразилии смотрим, процент 26. Ну-ка, шанс переворота 78. Давай. Получилось? Да. О, дом Орлеана и Браган, сучуся. Давай-ка, марионетка. Эксплуатируем и перестаем влиять. Сейчас фабрику у нас... Ой, надо было посмотреть, сколько до. Но до тут было, короче, мало. Сейчас мы позабирали фабрики. И в Бразилии тоже. Теперь концентрируемся, давайте, на Италии. Считай, в центре Европы марионетка нам нужна. О, тем более тут националисты с обойский дом, поэтому надо влиять. На них срочно. Германию сложнее будет замаринетить. Тут 43%, 46%. Норвегия тоже, давайте. Так, сейчас, значит, смотрите, что я взял. Я вышел в отсудить агрессию НАТО, потому что североатлантическая террористическая организация, корень всех зол. Они несут ответственность за смерть и разрушение миллионов людей по всему миру. Они должны быть остановлены. А мы нет. Дружба с Ираном. Я надеюсь, что у нас свою войну не втянет. Иранцы могут быть отличным союзником в борьбе с атлантистами. Вместе мы будем доминировать в регионе. Но пока, кстати, у них тут получается доминировать. Нет, я серьезно. Они отбились от высадок. А Турция прожать их не может. Да, она захватила, конечно, регион вот этот вот. Но дальше-то пройти у нее не получается. Опа, смотрите, неплохо. Получаем экономический бум, но это не цикл экономический, а просто он от вздуха на скорость строительства, доход от налогов. Но выходим со стабильного роста на быстрый. Я на самом деле сейчас даже не знаю, куда деньги девать, прожал пропагандистскую компанию, чтобы у нас проценты уходили с дохода вот сюда вот. Но все равно много денег. Три у нас триллиона с половиной. И при этом инвестировать я уже никуда не могу. А, нет, стоять. У нас лоты свободные. Можно пятерку сюда. И фабрик давайте 10 штук. Во, вот так. И при этом все равно три триллиона остается у нас. Надо придумать, куда их можно потратить. Ну, госдолг можно списать. Давайте, ладно. Спишем его. Все. Как бы это нам ничего не давало, потому что копейки платили по процентам. Ну, все равно для эстетики пускай нолик подвисит. Все, претензии на Финляндию готовы. Теперь давайте помощь сербам. Югославии будем помогать. И давайте нападаем на Финляндию. Так. Я очень надеюсь, что она в НАТО не вступит. Быстро. Агрессивно сейчас атакуем. Максимально. Быстро нужно захватить. А то там НАТО бывает подключается поздно. То есть, если ты без войны хочешь в Альянс вступить, то там это долго, нужно прожимать эти решения постоянно. А так они просто могут вступить именно в Альянс. Без нас духа НАТО. Ам. Стать объектом обсуждения резолюции ООН. А, подожди. Не понял. Это только сейчас решили вводить санкции против нас. А мы объявили войну Финляндии, должны ли быть введены санкции. То есть, то эмбарго они вводили как бы единолично. Но сейчас ООН решила именно санкции наложить полноценные на нас. Ну, посмотрим, что это получится. Это первые санкции, поэтому, скорее всего, там, например, это роскошь. Такую фигню всякую нас позабирают. Главное, что длинная в НАТО не вступила. Берем ее, захватываем просто всю. Да. Так. Заголосует 53 страны против 19. Бразилия против. Интересно, почему? А вот эти все Китай, Иран... Класс. А, подожди. Иран выбрал следующий вид санкций. Он хочет, чтобы нас исключили из ООН. Они вводят санкции и как бы еще и выбирают, что именно хотят против нас сделать. И что против нас делают коллективно, зависит от того, что большинство выбрало. Исключение из ООН Китай выбрал. Куба тоже исключение из ООН. У нас, походу, Мексика против. У нас, походу, из ООН сейчас кикнут. Включение из ООН. Да. Сирия против проголосовала. Израиль против проголосовал. Марокко тоже против. Ну, ладно. Как-то и без ООН поживем. Ну, а сейчас мы можем потребовать Манчжурию у Китая. Если он согласится, то воевать нам с ним не придется. Если откажется, то, ну, я так понимаю, будем воевать. Либо же просто взять и напасть на Китай. И тогда можем захватить не только Манчжурию, но и весь его север. Да и, в принципе, весь Китай. Ну, это как-то такое себе. Я бы забрал бы, на самом деле, вот эту бы северную часть. Может, даже бы с Тибетом. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет вот этого. Стоит ли просто требовать Манчжурию, либо начинать войну. А если начинать, то что именно себе забирать? Ну, а с Японией Курилой уступать, конечно же, не будем. Будем воевать с Японией. А пока что за кадром я буду улучшать здесь железные дороги. Смотрите, сколько нам тут еще предстоит сделать. 79 уровней. Только вот здесь, вот на востоке. А еще вон сколько. Так что сейчас я это все сделаю за кадром. А вы в комментариях напишите. И как большинство решит, так и я поступлю в следующей серии. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы вы не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы. Также играете в университетной партии или просто общаетесь на нашей серии в дискорде, ссылка в описании. Ну что ж, с вами был Эмбро. Спасибо большое за просмотр. До встречи.